дорогие друзья всем привет наконец-то лес наконец-то мы поотдыхали немножечко и вот мы уже здесь вместе с вами извиняюсь чуть-чуть что-то запылилось видимо пока лежала малышка санин у вас пока ехали сдох генератор благо мы починили и сдохло сцепление то ли забыли обслужить то ли фиг знает что но увы есть что есть генератор смогли восстановить со сцеплением ну не знаю возможно саша просто будет сегодня не агрессивен зато у нас вы знаете что есть кто не следит за нашими инстаграмами тот очень неправ а кто следит тот видел процесс постройки сие чудо длинная нива длинная но короткая вот так вот тут в салоне будет много вопросов я понимаю сзади вот так вот просто новая тачка сейчас еще капот постараюсь открыть беля а как капот открыть как на обычный ниве на обычный ниве это по-моему было здесь ой какой-то провод оторвал я не понимаю как у антона хватает мужества вот на настолько всем на пидори нам выезжать абсолютно непонятно как они будут сегодня без вот этого но возможно нам повезет не будет такой красота максимальная не знаю почему карп может быть придется временем к чему-нибудь другому клиренса нет от слова совсем спереди не очень правильно подобрали пружину но не стоит забывать что это первый тестовый выезд на тон и тестовый чтобы понять что не так на разработку смотри подлокотник сидушка если солнце слепит и прикрыл вообще сидишь пока я сидел удобно прям удобно-удобно боржоми короче интересная машина я не знаю насколько она в процессе постройки еще что будет дорабатываться или нет люк-малюк ну люкс люкс полнейший артем артема есть миньон ты не хочешь об этом говорить лучше потом отдельно покажем но работа кипит максимальная оперативность новый двигатель новый двигатель новая коробка мосты вся электрика полностью проводка моторное салонное охлаждение мозги дополнительные на коробку который будет управлять и уже чтобы она понимала что большие колеса пары другие все такое если вдруг мало ли по каким-то причинам вы хотите узнать подробнее про него или про миньончик пишите звонить пишите звонить в комментарии звоните в комментарии и подписывайтесь на инстаграм на сашин инстаграм на тёмин инстаграм на мой инстаграм на антона инстаграм потому что там постоянно что не происходит а вы потом спрашивать откуда как чё короче там тоже много чего интересного и полезного травим колеса ждем как всегда опаздывающих наших товарищей и стартуем но мы проехали метров 300 все идет по плану не вас открыт капот нормально мы же тестируем что-то пережали обратно обратно работают о а 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 и как катер покрашенный под капотка чистый а я бы не смог на таком поехать жалко на лодке на ниве на ниве ой ниве ходили но лицо очень умное и этот подсос похоже карбюратор новому здесь жить недолго и что-нибудь сюда станет просто мысли вообще изначально были про другой мотор я про карбюратор не знаю ничего кстати это роман роман кстати на патруле а патруль кстати что продается патруль продает патруль или а что ты делал что он заводил то она передумала он завелся но он сейчас застрянет из-за неправильно подобранных пружин очень низкий клиренс спереди морда слишком мягкая но ребят еще раз говорю тест он на то и тест пружины настолько мягкие что он даже на ровном месте подсаживается колеса кстати 32 видите все чертит все чертит но зараза едет на патруле конечно эта лужа будет незаметно а антон если у вас конструкции так сзади и должно быть то я удивлен долбить или что-то отвалилось что-то отвалилось слушайте очень хороший темп взяли смотри смотри оффроудеры и все сразу пинать ногами любое все что видим все сразу пинаем ногами так 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 видим какую-то квадро объездочку патрул то туда точно не поместится уазик под вопросом я даже не знаю Саня будет объезжать или нет вообще здесь не ужасно Саня решил не объезжать плохо но пока карабкается мы все знаем шанс у этого автомобиля есть особенно с таким пилотом до ладоги кстати остаются считанные единички а вот тут надо раздавать назад все верно и брать хороший разгон хотя бы стараться его взять а похоже на что-то наскочил и это финал под водой явно что-то было а корку забыли корку забыли сейчас попрошу так так Саня начинает свое восхождение наверх судя по толичеству грязи на мосту во что-то люто цепанулся зачем-то подотдал лебедку а хочет своими силами без лебедя ну ну что-то парнишке мешало ну сразу же дальше заболоченный участок такой же блин окрадется потихонечку-то антоха покупил несколько разумнее посмотрев на это все саня безумно чертит мостом саня безумно не выезжает саня безумно саня безумно антон терпит фиаско я не знаю что там по блокировкам только сзади это все он на морду да сел он на морду как раз где нет подвески блин только я перестал снимать он чуть-чуть проехал но сел сзади нет моста да 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 смотри а возможно у малыша да есть задатки колеса 32 не может быть старые боюсь в этой ситуации уже надо пробовать сдавать назад на максимум и брать оттуда разгон очень интересно от чего у него раздастся это я не спросил да блокировка передняя я бы сейчас сильно спасла ситуацию анток попробуй анток назад попробуй последний раз да не все лебедимся и еще какая-то очень короткая лебедка у ребят антофик по хорошему сейчас надо выбираться на сухое потому что по такой колее конечно ехать ему будет крайне проблематично кстати прямо бы он без блокировки и без лебедки бы спокойно проехал анток попробуй последний раз так и и Так, ну каракатица тронулась с места, дальше идёт легко, трос абсолютно лежит на полу. Но я говорю, 50% проблем Антохи сейчас из-за отсутствия спереди клиренса по причине пружин, и вторая 50% это, вторые 50%, если вообще так можно сказать, это, конечно, отсутствие блокировки спереди. Так, ну что, Рома пропускает Диму, Дима едет вперёд. Ниша, вояки? Вояки, обе блокировки, 36-е Нортеки. 36-е Нортеки, вояки, обе блокировки. Отличный боец должен быть. Агрессивно, дерзко, жёстко. Я такое люблю, уважаю, принимаю. Интересно, конечно, хочется уже куда-нибудь их вместе залупить, но правильнее будет поменять их местами с Саньком, чтобы и Дима первый дорогу пробивал, и Саня с меньшими колёсами, чтобы ему тоже приходилось пробивать дорогу. Но вы не переживайте, это мы дальше всё попробуем сделать. Здесь какая-то самодельная, непонятная, заросшая дорога ушла направо. Мы же идём по основной, накатанной, прямо навстречу приключениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, нравится мне. Какая очередная, отличная череда бродиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и не забываем про Романа. Роман тоже с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ссылочка на объявление патруля есть, прошу, ребята, оставлю для вашего удобства её в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас у нас в программе довольно длинный брод, но, похоже, он довольно неглубокий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, похоже, он совсем неглубокий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ничего, у нас впереди будет много, много, много страданий. Просто нам надо до них доехать. А вот этот брод выглядит сильно перспективнее. Потому что я как минимум не вижу дна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он вот такой длинный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то пропал Роман у нас. Айтеннин непередаваемый запад. Жди. Непередаваемо плохой. Интересно, какой мотор на лазике. Есть ощущение, что специфическое дно. Давно мы тут не были, слишком давно. И, разумеется, я уже ничего не помню. Но, судя по тому, что я вижу. А, ну здесь чисто в конце. И то ничего сложного. Я думаю, на Невась только посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая длинная машина. У этих ребят явно проблемы вот с дровами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. Дальше нас ждет совсем неблубокий переезд. Но очень размоченный. Я даже думаю, что никто его и не возьмет. А в конце, перед ступенькой, еще и накопано. Да. Я думаю, это будет достаточно большой проблемой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОП! Эх, карбюратор. Блин, ну это было слишком идеально. Кстати, оказалось, здесь есть еще полно заездов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, мне кажется, это нереально. Да, да. Саня никак не может успокоиться. Все-таки хочет заехать именно в эту горку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нет, это нереально. Погнул крыло. Затемился за дерево колесом. Как бы не приходилось, отсюда вылебеживаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас главное не накапывать там. Ну да, это, конечно, сильно проще. Диля в коротких сапожках зачерпнул водицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, у них еще, оказывается, выключение вентиляторов есть, но Антон проигнорировал этот момент. Я Антона сразу отправляю мимо сложного заезда. Сразу на более простой. Знаете, еще его не вас. Почему-то, мне кажется, хотя нет. Да не кажется. Диля, ты что? Диля куда-то не туда наступил. Нет, я выпрямляю. Я видел брызги во все стороны. Давай, Антон, чуть-чуть осталось. Сматывайся, начатывай. Давай, давай. Пошел. Да. Лови! Лови! Хорошая заявочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жесткие блокировки, судя по всему. Нет, та же самая история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То ли пытается кто-то порвать, то ли, не знаю. Попыток очень много, но, к сожалению, боюсь, это будет не под силам никому. Может быть, разве что патрулю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядят обычные диванные эксперты. Да-да, заедет. Нет, нет, не заедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длинная база. Неплохой мотор. Мне не нравится, но неплохой. 42-й трактор. Ну и ровно за рулем. Все блокировки, соответственно. Я думаю, у него есть шанс как раз-таки здесь заехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, отойди лучше, он же тебя вообще не видит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длинная база. Ниссан Патрол. Роман Утелья. Блин, ну ручка нет, нет, нет. Никаких ручек. Не слушайте его автомат. Автомат должен быть автомат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ну чума, ну чума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, не с первого раза. Ну, похоже, все-таки проедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пацаны говорят, что это очень круто. Что здесь вообще толком никто никогда не проезжал. Что-то там болтается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, бойко, легко. Ничего не объезжая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антоха посмотрел, сказал, ну его нафиг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, от души. Антон, ты без шноркеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но он в самую глубину и не поехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и очередь Димы. Единственное, передимый патрол проехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От души. Мы куда-то сбились. С колеи. На какую-то болотину. Здесь хоть и есть колея. Но что-то я абсолютно нахрен не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя нет, похоже, просто выглядело стрёмно. Господи, я аж вышел. А чтоб я вышел, это серьёзный повод нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Антоха вообще решил колею? Зачем? Это же страшно. Похоже, здесь фигня. Хотя, потому что я вижу, здесь реально фигня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Патрол делает визу тоже, что серьёзно и спокойно едет. Хотя ему там просто бессмертие. И, конечно же, спасибо большое нашим друзьям с финтрейла, что мы можем так беспалево ходить и не мокнуть. Скидочка по промокоду OFFROADSPB, как всегда, есть. А ссылочка, как всегда, в описании. И в такой торжественный, отверженственный момент делаю вид, что я на работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИЗИ-катка. Смотрите, а сейчас вы увидите впервые в жизни на нашем канале Гидроудар. Вот прям в прямом эфире, вот как есть. Потому что Антошенька у нас без шноркеля. Ну, смотрите, как он лихо разрулил эту ситуацию. Ай-на-не-на-не. Молодец, молодец. Не разучился палки кладшить. Давай, давай. Вот она, волна. Вот, пошло, пошло. Илья ж сапоги засыпала. У-ху-ху. Вот она, экология. Да, BMW мотор BMW мотором, но что-то, по-моему, надо было хотя бы один каталик-то оставить. Ну, и Дима, разумеется, на своих колесах, на всех блокировках, на самых спокойных щах. Легко это все проверить. Дима, у тебя самоблоки? Самоблоки? Нет, просто блоки. Принудительные? Нет. Поворотник выглядит. Поворотник выглядит. Так он налево поворачивал. В плане, а какие блоки? С преднатягом? А, просто всегда блоки? Саморозник. А, нет. Нет. Безумной красоты у нас сегодня лес. Еду и не нарадуюсь. Блин, Сань, только не ходом. Ну, ходом так ходом. Посмотрим, что будет делать мистер небольшие колеса. Блин, как плохо. Вывесил я сейчас. Блин, ну такие. Там хода подверху, в плане. Короче, пружины очень мягкие. Видели, как я спрыгнул? Просто на ровном месте упал на днище. Мы немножко перекусили. Подзаправились. Поднабрались сил. И готовы вот к этим прекрасным лесным приключениям. Ой, хорошо. 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 Тема, остановишь его? Приклеилось. Лебедку он будет как доставать? Как-то. Да, погоди, вот тут он на берету уже не придется построить. Причем там капает с той стороны. Поставит нормально. Я говорил, лебедку повыше цепануть в самом начале. Тем, помоешь или нуй их в жопу? Там дили, он в одних трусах. Отдай! Не отдам. Не отдам. Нарошу. Супер легко и быстро Невасик сдвинулся с места. Абсолютно не сильно прилип. Так, ну эти проелут легко. Я вот пойду дальше, потому что тут уже недостаточно места, чтобы нам всем находиться на этом сухом пятачке. Поедет, поедет. Ты пробуй сам. Лишь поедет. Оп, оп, оп. Чудо-коп. Я спеваю. Оп, оп, оп. Кстати, колеса эти. А что это? Саймаксы? Да. У вас, Соня, нет дырок? Пока нет. На первом. А Саймаксы, экстрим трекер 32-е. По факту, как 33-е. Не факт, что у Сани получится переехать даже эту лужу. Ох, так глубоко. Ох, так глубоко. Блин, Тёма, это то место дурацкое. Куда надо? Да. Надо бы налево выпроваживать. Давай. Я вот даже не понимаю, делает ли он какие-то успехи или нет. Но лучше его отсюда забирать. Рун в Антохи тянет очень достойно. Без каких-либо проблем смогла забрать приклеенного Санька. Роман на заднем фоне пытается покинуть колею, которая а-ля по пояс. У него, разумеется, ничего не получается, но учитывая пробку, делать нечего. Здесь, на самом деле, тоже нетривиально. Я вот не знаю, будет ли Рома нам демонстрировать достоинство. Давай, Сань, сразу ныряй. Пошли, пошли, давай, давай. Ой, мама, щекотан, щекотан. Я бы очень хотел, чтобы Рома продемонстрировал достоинство патруля над УАЗом. И вот проехал эту лужу. Но, возможно, нам будет мешать вот этот ноу-хау. Я не знаю, пройдет он здесь, не пройдет. Но я бы очень хотел посмотреть. Как ты думаешь, пройдет под этим деревом? Все увидим. Под деревом тут еще пройдет. Мне кажется, он даже не доедет. Нет, здесь очень все плохо. За всю историю наших историй здесь очень мало машин проезжало. Саня на своих 35-х накопал так. Лево-право покрутите, а покрутите. Да там от упора до упора. Задняя лебедка есть? Так, ну Рома начал выезжать. Осталось вот-вот чуть-чуть. А у нас приехал Вадимка. И я попросил Диму проверить мою больную фантазию и теорию. Что у Уазерка сейчас плюс-минус такой же клиренс, как у Патруля. Потому что как-никак вояки. И 36-е против 42-х. Не факт, что поможет. Но Дима, парень любопытный. И тоже вписался со мной в этот эксперимент. И по ходу решил делать это на второй. У Димы мало того, что порвалась лебедка. Он еще и заглушился. Поэтому Роман экстренно спешит на помощь. Максимально быстро. Я сказал максимально быстро. А у тебя сзади трос есть? Трос примотанный есть. Но лебедки нет? Лебедки сзади нет. Я снимаю шляпу. Он завелся под водой. Единственное, что-то подкорачивает. И поворотник моргает. Ого! Смотри, баллончик-то 10. Сыску комаров вокруг. Все в комарах. Интересно, а что сейчас выберет Рома на этот раз? Все-таки решил объехать. Ну и правильно. Кое-ля. 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 ueller. Кое-ля. Кое-ля. ДИКТ- А квадрик Т без ударов. Ты не видел? Прилично.